В предыдущей лекции мы определили ключевые особенности, необходимые для электрода сравнения и продемонстрировали достоинства каламельного электрода. Действительно, каламельный электрод является широко используемым электродом сравнения. Однако изначально электродом сравнения служил стандартный водородный электрод. Для того, чтобы электрод был стандартным, давление газообразного водорода должно быть близко к одной атмосфере, а концентрация протонов 1 моль на литр. На практике, поскольку раствор не идеальный, уравнение не выполняется в точности, поэтому для протонов требуется концентрация 1,18 моль на литр при 25 градусах Цельсия. Чтобы они вели себя так, как если бы раствор представлял собой идеальный одномолярный раствор. Это отклонение объясняется в теории Дебая-Хюкеля в случае с концентрированными растворами. В этом курсе мы не будем на ней останавливаться. Просто необходимо запомнить, что если давление равно одной атмосфере, а концентрация 1,18 моль на литр, то при 25 градусах Цельсия водородный электрод является стандартным. И именно этот электрод сравнения официально используется и ЮПАК для электрохимических потенциалов. Если провести измерение, которое мы рассматривали в прошлый раз, при котором потенциал каламельного электрода, содержащего насыщенный флорид калия, измеряется относительно стандартного водородного электрода, то потенциал каламельного электрода оказывается на 0,242 В положительнее стандартного водородного электрода. Соответственно, измерения, сделанные относительно насыщенного каламельного электрода, легко соотнести с водородными. Для случая с раствором гексоцианоферрата разность потенциалов составляет 0,118 В. По шкале стандартного водородного электрода разность потенциалов составит... Продолжение следует...